Практически в каждом процессоре в мире уже нашли уязвимость. Даже ARM чипы и те дырявые. Можете спросить у любого владельца Nintendo Switch. Почему на этапе проектирования допускаются ошибки? Есть конечно и специальные бэкдоры, так называемые аппаратные закладки, про это мы тоже сегодня поговорим. Но что делать, если вы узнаете, что ваш процессор в зоне риска? Как вообще эти уязвимости находят и из-за чего они появляются? На связи МК, сегодня говорим о проблемах с безопасностью в современных чипах. Поехали! Многие впервые услышали о процессорных уязвимостях в 2018 году, когда были обнаружены спектр и мелдаун. Эти дыры затронули практически все существующие на тот момент процессоры и системы, а заплатки временами больно били по производительности. С тех пор новые бреши в безопасности кремния посыпались как из рога изобилия. И буквально на днях была обнаружена очередная уязвимость Raptor, которая может заставить сбоить современные процессоры Intel. Но проблемные чипы явление не новое. Это массово случалось и раньше. Например, легендарные процессоры Intel 386. Они появились в 1985 году и были первыми решениями с поддержкой 32-битных вычислений, которые используются до сих пор. Оказалось, что часть чипов при работе с 32-битным кодом выдавала неверные результаты, из-за чего компании пришлось отзывать уже выпущенные в продажу камни и дополнительно их проверять. В итоге нормальные чипы помечались знаком двойной сигмы, а сбойные маркировались как подходящие только для 16-битных вычислений и продавались дешевле. А в 1994 году процессоры линейки Pentium не могли справиться с примером, который под силу любому старшекласснику. Первые пеньки серьезно ошибались при делении друг на друга чисел с плавающей запятой. И столкнуться с этим мог любой пользователь. Ошибка FDIV начинала прослеживаться уже при работе с миллионами. Уже тогда в Intel решили, что нужно играть в молчанку. Компания отлично знала, что выпускает на рынок сбойные процессоры. А когда о проблеме заговорили, представители синих развели руками и заявили, что это помешает в работе лишь всяким математикам, ученым. Если вы хотите отменять бракованный процессор на новый, докажите, что этот баг мешает вашей работе. А то умные тут все. Разумеется, поднялась волна недовольства и Intel быстро пошла на попятную, согласившись менять сбойные чипы всем желающим, что обошлось корпорации аж в 475 миллионов долларов. Но вот действительно, серьезную дыру в безопасности Intel создала в 1997 году. Именно тогда в процессорах Intel появился режим System Management Mode, в котором приостанавливается исполнение любого стороннего кода и запускается специальная программа, хранящаяся в защищенной области памяти. Этот режим был нужен для отладки процессоров, поэтому доступ к нему схож с режимом Бога, получаемые таким образом права выше любого системного доступа, что позволяет делать все, что угодно. От перепрошивки BIOS до записи нажатий клавиатуры. Думаю, не стоит объяснять, как могли использовать такой режим бога хакеры. Скажу лишь, что он просуществовал в процессорах Intel почти 15 лет, до выхода линейки Core второго поколения в 2011 году. Долгожитель. Чтобы вы понимали, уязвимость была официально обнаружена только в 2015 году. И хотя Intel выпустила патч, закрывающий дыру, едва ли кто-то из производителей материнок под LJ775 выкатил соответствующий апдейт BIOS. Так что твой Xeon на 775, батенька, дырявый. Но не только Intel грешит аппаратными проблемами. В 2007 AMD выводит на рынок свои четырехъядерные Phenom, которые должны были стать ответом на Core 2 Quad. Процессоры имели новый на тот момент кэш третьего уровня, который должен был серьезно ускорить вычисление. Но оказалось, что нагрузка на L3 приводит к сбоям в работе процессора. Программное исправление этого бага привело к потере производительности в среднем на пару десятков процентов. А аппаратный фикс появился лишь через полгода с новой ревизией Phenom. Иногда производитель знает о дыре, но все равно выпускает в продажу процессоры с ней, надеясь, что никто не заметит. Так случилась с Downfall, которая эксплуатирует инструкции AVX2 и AVX512, получая через них доступ к конфиденциальным данным. Она работает на процессорах 6 по 11 поколения Core, включая серверные Xeon, а общее количество уязвимых чипов может превышать несколько сотен миллионов. Intel знала о ней как минимум с 2018 года, но молчала. Активно об этой дыре заговорили лишь в этом году. А пару месяцев назад компания выкатила патч безопасности, который может снижать производительность в задачах с AVX инструкциями вплоть до 50%. И кстати, эти инструкции уже активно используются и в играх, и в обработке видео, и в рендеринге. Разумеется, на Intel за это подали в суд, но обычно такие тяжбы длятся годами и обходятся компаниям дешево. К тому же Intel уже не продает уязвимые процессоры, так что свою прибыль компания получила. С развитием смартфонов и ARM чипов в последние десятилетия дыры стали активно находить и в них. Пару лет назад в десятке чипсетов Mediatek нашли баг-драйвера обработчика команд, который позволял залезть в систему принудительного контроля доступа SE Linux. Это позволяло получить пользователю рут права или привилегии администратора. Изначально дыру как раз использовали для получения рута на дешевых планшетах Amazon Fire, но исследователи быстро поняли, что это серьезная уязвимость, позволяющая хакерам залезть глубоко в Android на сотни моделей с чипами Mediatek. И хотя Google помогла Mediatek быстро собрать патч, это не помогло. Дырявые устройства были дешевыми, работали на старых версиях Android, большинство производителей закрыли на уязвимость глаза, хотя было известно, что эту дыру активно эксплуатируют хакеры. Но не спешите ругать Mediatek. На данный момент в чипах Qualcomm найдено больше 1700 различных уязвимостей, от безобидных до серьезных, позволяющих воровать ключи от защищенной зоны чипов под названием Trust Zone. Так что да, аппаратные баги и дыры во многих процессорах были на протяжении всей истории чипов. Но иногда такие способы проникновения активно эксплуатируют сами пользователи и благодарны за них производителям. В нулевых пользователи выяснили, что некоторые четырехъядерные Феном на самом деле шестиядерные, а трехъядерный Матлон программно урезали ядро и кэш L3, и отключенные ядра легко включались. Производители плат любезно добавляли для этого специальную настройку в BIOS, которая обычно называлась Unlock CPU Core. Причиной такой халявы является биннинг, о нем мы уже рассказывали в одном из роликов. Дело в том, что чипмейкерам невыгодно производить для каждого процессора отдельный кристалл. Гораздо дешевле наладить производство одного-двух чипов и потом урезать их до нужного уровня. Обычно ограничения идут на аппаратном уровне, размыканием специальных перемычек в кристалле или в прошивке самого процессора, добраться до которой пользователю не получится никак. Но в AMD тогда решили срезать угол и отключить рабочие ядра и кэш лишь программно на уровне BIOS, что и позволяло в пару кликов прокачать младший процессор до старшего. Конечно, в некоторых случаях действительно были отключены бракованные элементы и их включение вызывало псот, но в большинстве случаев шалость удавалась. Ну и как тут не вспомнить баг в чипе Nvidia Tegra X1, который используется в Nintendo Switch. С помощью нее удалось взломать консоль, а назло жадным японцам уязвимость оказалась неисправимой программным патчем. Поэтому игры по 5000 рублей больше не продавались. Все стало бесплатно, да еще и с разгоном процессора и видеоядра. У Intel такие приятные пользователям сюрпризы случались аж трижды, причем дважды на одни и те же скупые грабли. Жадность сыграла злую шутку с компанией, которая разрешает разгон только процессоров с индексом K на дорогих платах с Z-чипсетом, хотя фактически эти CPU ничем не отличаются от обычных решений с другими индексами. С релизом шестого поколения Core в первых BIOS для плат на Z170 остался разгон любых процессоров Skylake по шине. В апдейтах дыру, конечно, закрыли, но ведь не заставишь пользователей насильно прошивать плату. Так что многие неплохо сэкономили, покупая младший i5-6400 и разгоняя его как более дорогой i5-6600K, получая прирост производительности нередко в полтора раза. Самое смешное, что в 12-м поколении случилось то же самое. Некоторые платы среднего и топового уровня под LJ-1700 имеют внешний тактовый генератор, что позволяет гнать любые Elder Lake по шине. Не только на Z690, где разгон процессора официально разрешен, но и на B660, который формально умеет гнать только память. В итоге i5-12400F, раскочегаренный до 5 ГГц, получил звание народного игрового процессора. Ну и яркий пример, знакомый многим, Xeon с Unlock Turbo Boost. Проблемы с нагревом серверников были еще 10 лет назад, особенно при работе с тяжелыми AVX инструкциями. Поэтому Intel пошла на хитрость. В вычислительных задачах, использующих эти инструкции, частота процессора должна была снижаться. Так и происходило, пока в работе этого механизма не был найден баг, позволяющий заставить CPU работать на максимальной частоте турбобуста для одного ядра всегда. Это нередко приносило лишние 10% производительности из воздуха. Полезный бонус, конечно, если плата выдерживала такие издевательства. Как вы уже поняли, уязвимостей в процессорах всегда было и будет много. Теперь, как они появляются, и что важнее, нужно ли от них защищаться. Часть дыр возникает из-за доступа к отладочному режиму чипов. Режим бога в процессорах Intel или баг в модемах Mediatek. Обойтись без них не получится, чипмейкерам нужно конфигурировать свои процессоры перед релизом, а если он имеет режим расширенных возможностей, рано или поздно до него доберутся руки хакеров. Но не стоит волноваться и отключать свой компьютер от интернета. Обычно сервисные режимы требуют непосредственного доступа к плате и самому процессору для их аппаратной модификации. Чтобы получить доступ к данным, производители и так сами оставляют дыры. Их называют аппаратными закладками. В процессор или плату внедряется дополнительный вычислительный компонент, который при срабатывании определенных условий может начать сбор информации. Например, записывать нажатие клавиш, анализировать подключенные USB-носители и многое другое. Хороший пример – автономная подсистема Intel Management Engine – небольшой микроконтроллер, встроенный в любой чипсет Intel, начиная с 2008 года. А ведь чипсет – это полноценный компьютер на собственном процессоре с небольшим объемом памяти и закрытой системой. Он имеет собственный MAC-адрес и прямой доступ к Ethernet. Через чипсет часто подключают накопители, звуковые карты, он имеет прямую шину DMI для связи с процессором. При этом сама прошивка Intel ME недоступна ни для пользователей, ни для производителей плат. И официальных способов отключения этой подсистемы нет. Фактически, с ее помощью Intel может собирать любые проходящие через чипсет данные и отправлять их в интернет. И уверен, компания это уже делала и делает прямо сейчас. Закрытость прошивки Intel ME не помешала ее взлому. Сейчас найдено около пяти уязвимостей. И одна из них очень любопытная. Она называется «Платформа высокой надежности». Это незадокументированный встроенный режим, который создан для использования только государственными органами США. В нем все функции Intel ME отключаются сразу же после запуска компьютера. Фактически, это подтверждает, что Intel действительно может шпионить за пользователями через чипсет. И сделать с этим ничего нельзя. Поэтому и был так важен переход госсистем на Эльбрусы. Закладки – безопасные уязвимости для обычных пользователей. В основном они ориентированы на шпионаж за высшими правительственными чинами или как минимум крупными конкурирующими корпорациями. Помните ту истерию с Pegasus? Там, когда надо, айфоны министров и президентов ломали через одну смс-ку. Сбор данных с ПК обычного юзера Intel не очень-то интересным. Разве что какая-нибудь телеметрия. Но на вашем компьютере сейчас, скорее всего, даже несколько таких аппаратных дыр от различных производителей. И пока до них не доберутся руки хакеров, можете спать спокойно. Но все же большинство обнаруженных дыр случайны. Современные процессоры состоят из миллиардов транзисторов и работают с тысячами различных инструкций. Инженеры давно уже не конфигурируют их отдельно, оперируя целыми вычислительными блоками. Все остальное рассчитывают компьютеры. Машины делают машины. Поэтому отследить в тестах все нюансы работы столь сложного кремния просто невозможно. Количество состояний современного процессора слишком велико, чтобы обсчитать и проверить их даже на мощных суперкомпьютерах. Отладить умный кремний до выхода на рынок получается не всегда. Хороший пример Ryzen. В 2017 году дела AMD шли плохо, и компаниям позарез нужно было быстро выпустить в продажу свои новые решения. В такой спешке часть тестов архитектуры Zen решили пропустить, что и повело за собой появление VM и бага. Он заключается в неправильной реализации одной из инструкций, в результате чего при запуске 16-битного софта на 30-битной системе компьютер с Ryzen мог зависнуть или выдать псот. Проблема, очевидно, затрагивает крайне малое количество людей, запускающих старые Windows на виртуалках, но это хороший пример случайной дыры, которую сложно отследить при проектировании. К слову, проблему удалось решить простым обновлением АГСа. Уязвимостей много, они разные, их находили, будут находить, но что делать нам, обычным пользователям? Я думаю, вы уже догадались. Ничего. Большинство современных дыр крайне сложны для проведения атаки. Нередко они требуют физического доступа к ПК и воруют в час по чайной ложке битов. Поэтому такие уязвимости неинтересны большинству хакеров, работающих с населением. Гораздо эффективнее подсунуть программный троян в торрент-релиз или встроить фейковую кнопку «Скачать на сайте». Не нужно в панике ставить все эти патчи, которые закрывают громкие уязвимости. Шанс, что ваш ПК взломают именно таким образом, близок к нулю. А вот падение производительности может быть существенным и заметным в повседневной работе. И даже если слишком умная Windows установила апдейт безопасности автоматически, нередко патч можно отключить. Да, отключить патч безопасности, потому что он режет производительность. Например, для нашумевших Meltdown и Spectre есть небольшая утилитка Inspector. Одним кликом можно отключить фиксы обоих уязвимостей. И поднятие производительности на чипах десятилетней давности, которым сейчас и без того тяжко, может быть ощутимым. Количество транзисторов в чипах и, соответственно, их сложность растет. Не по законам Мура, но растет быстро. Моделирование процессоров становится все сложнее. Появляются чипсеты с навороченными шинами. Все это значит, что дыр будет становиться только больше. Возможно, в будущем или уже научили искать эти уязвимости искусственный интеллект. Но кто знает, вдруг они будут, наоборот, учить искусственный интеллект прятать эти закладки. Или слишком умные программы решат, что нам про них лучше не рассказывать. Это покажет время. Мы за этими технологическими событиями следим вместе с вами в нашем телеграм-канале и вконтакте. Ну и здесь на YouTube. Субскрайб. Видели, на некоторых каналах сейчас кнопочка начинает светиться разными цветами, когда говоришь Субскрайб. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Все ссылочки в описании. Субскрайб.